Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очередная встреча из цикла «Цероскосельские встречи». И у нас в гостях молодой кинорежиссер, но уже сделавший, мне кажется, довольно интересные работы. Мы их сегодня посмотрим. Антон Рябенин. Здравствуй, Николай. Антон, приветствую. Приветствую и рад, что в кинематографе появляются, мне кажется, новые интересные лица. Причем ты учишься у моего, так сказать, давнего друга Петра Солдатенкова, кинорежиссера, который когда-то, это был такой фильм достаточно нашумевший и знаменитый, монология «На фоне красного кирпича». Да, так. Где когда-то первые были там съемки Юрия Шевчука и многих других, Олег Митяев. Ну, фильм пересказывать бессмысленно, его надо иногда видеть, но вот Петра Солдатенков, такой действительно последовательный, мне кажется, документалист. Его интересует окружающий мир и музыка, но сейчас он немножечко перешел в такие темы, связанные с миром православия. Да, вот я... Да, недавно вышел фильм «Вечное время» Александра Невского, как раз-таки про вот этого персонажа исторического. Ну да, и вообще вот сейчас я смотрю институт театра, как называется? Университет кино и телевизия. Университет кино и телевизия, да, питерский. Он, знаешь, так очень, мне кажется, звучит по всему миру. Вот такой фильм «Ф5», я, опять же, не буду его, может быть, сейчас оценивать, но тем не менее, вот он там студент вашего, значит, вуза. Да, это выпускник нашего вуза, Тимофей Жалнин. Тимофей Жалнин, да, потом такой был Айнур Аскаров, тоже вот его фильмы на разных мировых кинофестивалях короткометражного кино. И вообще вот питерская школа, на мой взгляд, сейчас как-то стала очень достаточно влиятельной и в России, и даже вот в мире, получается, да? Ну, хотелось бы в это верить, потому что в Москве тоже есть сильный вуз, это в ГИК. Есть в ГИК, да, но почти фильм, вот я не слышал, чтобы фильм там получил где-то приз, там, и в Сан-Франциско, и на киноталере. Для Петербурга, конечно, это значительный успех. Да, ну, а ты вот, ну, там речь идет про игровые фильмы в основном, но документальное кино, к сожалению, смотрят меньше люди, да? К сожалению, смотрят меньше, хотя это несправедливо. И многие деятели культуры, вот, с которыми я общался, говорят о том, что как раз документальное кино намного интереснее, да, иногда, чем вот вымышленное художественное... Просто, понимаете, не все верят иногда режиссерам, актерам, вот какие-то игровые моменты, когда появляются на экране, да, зритель может очень легко раскусить, что перед ним фальшь. А когда документалистика, то это жизнь. Это все так, Антон, ну, понимаешь, какая история, мне кажется, сейчас наступило время, когда исчезли критерии. Вот критериев нет, если человек плохо что-то сделал, в любом жанре, даже не в сфере, но иногда эти вещи, наоборот, привлекают больше публики, да, широкой публики, к сожалению. А вещи глубокие, вещи достаточно, может быть, иногда, как говорят, сложно смотреть, да, потому что нужно в это вникнуть, нужно в это войти. Вот мы сегодня будем, у нас, собственно, премьера такая на телеканале ВОД, ну, и, в общем, поскольку телеканал ВОД у нас идет в разных странах мира, через интернет, в том числе, я бы так сказал, такая мировая премьера твоей работы, наверное, ты, может быть, ее считаешь достаточно скромной, это учебный твой фильм, да? Это моя учебная работа в жанре «Портрет человека». «Портрет человека», да. Вот фильм «Настоятель», мне показалось, что, знаешь, вот такое, может быть, определение, простота без пестроты, да? Там нет пестрых каких-то ярких, может быть, моментов, но есть глубина образа, безусловно, возникает в жизни этого человека, настоятеля. И фильм, мне кажется, достаточно достойный, глубокий, и немножко даже удивительно, потому что, вот, вообще, как ты этот фильм снимал? Ты снимал его, какое-то было задание именно вот снять... Ну, я же сказал, что это моя учебная работа в жанре «Портрет человека», и, конечно, я искал интересных людей, чтобы про них... Ну, ты мог взять, я не знаю, менеджера, ты мог взять, я не знаю, водителя троллейбуса, в конце концов, и так далее. Просто так получилось, что я познакомился с «Портреереем» Александром Будником, и я понял, что это интересный человек, и про него будет замечательным сделать кино. Ну, тебе легко было вот его уговорить на этот фильм? Он вообще в процессе съемок, как у вас развивались отношения? Ну, знаете, священнослужители, они сами по себе достаточно открытые, добрые, мудрые люди, поэтому проблем каких-то не возникало. Это для меня был большой опыт, и беседовать я очень, скажем так, был рад с этим человеком. Ну, и как снимать про него фильм? Ну, этот фильм где-то вот мы сейчас будем смотреть его здесь, на канале, вот где-то он так показывался широко, или пока нет? В стенах университета, да, ну и также в интернете, на телеканале еще ни разу. Ну что, давайте, может быть, действительно посмотрим сейчас фильм, да, Антон, а потом мы, может быть, еще что-то поговорим, может быть, какие-то у нас возникнут иные темы. Будьте любезны, давайте посмотрим фильм «Настоятель» режиссера Антона Рябинина. «Настоятельность» 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 режиссера Антона Рябинина. Обо мне говорить сложно, потому что мой путь как духовного человека формировался в далекие-далекие 60-е, в советские годы. И начался он еще, когда я был школьником, отроком, школьником советской школы, в хрущевские годы, когда религия преследовалась, когда было так называемое гонение хрущевское, когда стояли пионерские комсомольские патрули у того или иного действующего храма, и отсекали, и выслеживали людей молодого возраста, или людей даже более зрелого, но имеющих вид, людей солидных, выясняли, кто такие. И поэтому большинство людей боялось посещать открыто храмы, а молодежь не допускали. Я, скорее, с любопытства заходить стал в храм, просто что-то интересное, что-то такое тянуло, не знаю, какое-то внутреннее чувство, хотя никакого понимания, сознания религиозного не было, да и быть не могло, так как семья, в которой я родился, она была антирелигиозной, коммунистой. Когда школа советская была тогда агрессивно антирелигиозная, нам с первого класса, я как сейчас помню, наша первая учительница нам внушала о том, что религию придумали попы и эксплуататоры, чтобы угнетать трудящихся, это опиум народа и так далее, вот так нас воспитывали, так нас настраивали, и на протяжении всего обучения в советской школе в той или иной форме, особенно тогда в Хрущевские годы была такая агрессивная, антирелигиозная и пропаганда, и всякого рода утеснения, внешние, заметные или незаметные, которых только потом узнавали, когда соприкасались более плотно к церковной жизни. Поэтому, как я помню, меня тоже где-то там заметили, что я тогда любопытство ради посетил большой праздник, верное воскресенье, Троицкий собор, ну, проходил разного рода проработку потом, и мать вызывали в школу. Как это так, вы смотрите, Нина Константиновна, что у вас сын стал ходить в церковь, и вообще, или как это так, а как мне тогда Саша, то есть ты что, уже спутники в космос летают, это же космонавты уже, потом, вот как же там одни старухи неграмотные, как сейчас помню наша классная руководительница, учитель математики Надежда Васильевна, она и за очередь одновременно была, там же одни неграмотные старухи, они не алгебры, не геометрия не знают, а вот куда это пошел, и тогда в таком духе, вот так. Поступил потом в 19 лет в семинарию, и с 19 лет я в Русской Православной Церкви. Сокончил семинарию, потом академию, потом встал, вот уже 40 лет в священном сане. А тогда не могли не быть единомышленники, тогда в семинарию, когда мы поступали, мы же проходили такие препонные, такие препятствия, потом нас же трясли. Или через Комсомольский пытались организаться, или через военкомат, через КГБ непосредственно, там те или иные работники. Каждого уже прорабатывали, и прямо так мне лично говорили, что ты, как ты мог изменить советскую власть, ты учился в советской школе, ты враг народа, ты человек теперь уже не советский, браждебная личность, человек второго сорта, как угодно, там и агитация, и запугивание, все что угодно было. Поэтому надо было проявлять определенное мужество, чтобы противостоять этому нажиму. Ну и потом очень уж людей высокообразованных, с высшим образованием, старались не пропускать. КОНЕЦ Нам, а священнослужителям, чаще всего приходится в силу нашей деятельности соприкасаться с горем, со страданиями, с несчастьем, всех видов, всех проявлений. И бывает, вот нам приходится иногда часто покой, отпевать усопших. Ведь те люди, которые приехали провожать, родственники и родственницы того или иного человека, иногда бывает такое горе, их там несчастный случай, иногда он молодых отпевает. Вот недавно мне пришлось тут как-то, еще вот в конце зимы, полный храм народу был, отпевали молодоженов. Они прожили то ли месяц, то ли два, и она уже только-только забеременела. И где-то попали, они ехали на машине, попали в какую-то страшную аварию, что даже гробы нельзя было открывать. Видимо, они в таком были состоянии, и только фотографии на гробах стояли. Приходится вот соприкасаться с таким горем человеческим. И здесь надо внутренние силы находить, чтобы, ну, я не знаю, надо быть камнем, гранитом каким-то, я не знаю, чтобы никак на это не среагировать. Редко нам приходится с радостями. Ну, например, крестим младенца, когда новый человек появился, действительно радостное событие, радостное, вот таинство совершаешь, и все радуются, все пожелания добрые дают. Или, например, вот сегодня у нас открывается сезон, или, так сказать, период свадеб с сегодняшнего дня, возобновляется после Великого Поста. Сегодня у нас вот два венчания ожидается в ближайшее время. Вот, и это уже совершенно другое дело. Здесь уже как-то, здесь легко, и такие эмоции сам испытываешь радостные. Но это ведь не так много. А в основном нам приходится, и просто люди приходят, не обязательно там привезли кого-то хоронить, а просто подходят люди поделиться своими там невзгодами, то есть соединиться с Богом, с церковью. Другого пути нет. Другого пути нет. Другого пути нет. Другого пути нет. В основном сюда приходили и приходят люди, которые стали уже и сформировались духовно как постоянные прихожане, которые считаются духовным, нравственным, религиозным, наконец, долгом, бывать по воскресным дням и по большим праздникам в храме. Кстати сказать, я большинство из них, ну, по именам, может быть, я не помню, всех невозможно по именам запомнить, но визуально их я припоминаю, я уже отличаюсь от людей, которых или редко бывают, или, может быть, первый раз пришли, или которые постоянно, они уже примелькались. Хотя именно, конечно, помнить всех невозможно, да это и не нужно. Если надо, они ответят, когда я спрошу сам у них, как их зовут. Поэтому это постоянный контингент. Самое главное достоинство, что это люди уже, во-первых, глубоко верующие, и самое главное, разбирающиеся, то есть они, по крайней мере, как минимум, знают основы православной веры. И, посещая регулярно наши храмы, во все воскресные и праздничные дни, обрели вот этот опыт и понимают, зачем они сюда приходят. Да, конечно, жизнь есть жизнь, у кого-то могут быть радостные события, радостные обстоятельства. Ну, у каждого человека иногда бывают и определенные испытания, бывают потери там близких, какие-то другие трагические или драматические обстоятельства в жизни. Жизнь без этого не отходится. Это другое дело. Но они и в радостях, и в горестях, они все равно только идут сюда. И не то, что там они так, это от случая к случаю, а именно постоянно, регулярно. Вообще, посещаемость храмов определяется не Пасхой, Рождеством, как иногда услышишь, ой, в Пасху переполнен храм, там какой-то был или в Рождество, или там в Троицу, а именно в рядовые, обычные воскресные дни. Как вот в советское время мы могли только одних бабушек видеть, в большинстве, в любом храме нашей страны, где угодно, в основном одни бабушки. Детей почти не было, да и не разрешалось их приводить так открыто в храмы. Мужчин тоже почти не было, за редким исключением, боялись открыто посещать храмы, а только вот женщины-старушки. А сейчас наоборот. Если обратите внимание, посмотрите повнимательнее, как раз увидите, что бабушек меньшинство. Они есть, они есть, а больше молодые или среднего возраста. Атеист – это все-таки вера, это верить в то, что нет Бога. Доказательств таких нет, и никогда никто не может доказать, что нет Бога. Это только можно в это верить. И главное, конечно, кредо, что ли, это развлекаловка и удовольствие. Ну, знаете, помните тот древний римский принцип «хлеба и зрелища». И сейчас, кстати, в этом отношении очень индустрия активно работает. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, И Суущим во гробе живой даровав. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Будущее только ведомо самому Богу. Иногда очень одухотворенным людям такой дар, как мы называем, святым угодникам давался, предвидение будущего, но и то это далеко не всегда, и им никогда не пользовались, тем более в каких-то личных целях. А будущее это может быть всякое. Ну как болезнь, да, сказать, что ты через месяц умрешь или через два. И любому из нас разрисуй наше будущее, какое оно будет, то его знает, что нужно будет. Будущее только ведомо самому Богу. Субтитры подогнал «Симон» Антон, ну вот фильм, да, о замечательном человеке. Ты что-то хотел сказать о том, что он восстановил храм. Да, так он большой молодец, потому что раньше вот Элинская церковь, она была в полном запустении, разруха была. Ну вот вы и могли видеть в фильме. Благодаря Александру Будникову все это восстановилось. Общими силами, конечно, но он смог это. Это в Петербурге же, да? Да, да, да. Это на Пороховых. Такой немножко окраинный район был когда-то. Ну там так красиво. Сейчас он застраивается, наверное, да? Да, но у нас троек много, конечно. Ну там достаточно такой зеленый район. Ну вот еще есть фильм, вот сейчас ты сделал о крестах. Ну не все, наверное, знают, поскольку это в Питере или знают, что такое кресты. Это такая старинная-старинная тюрьма. Ну сейчас это уже следственный изолятор, да, но раньше это была тюрьма. И можно вспомнить много замечательных, выдающих людей, которые там вот сидели, пребывали. И у тебя вот такой фильм, в общем, он, ну, я его видел тоже, мне он кажется тоже достаточно симпатичным. Ну он сделан совершенно в другом формате. Там несколько иной монтаж, и, в общем, это нужно просто посмотреть. А тебе вот из современных режиссеров, ну скажем так, мировых, да? Вообще, что значит современных? Ну 20-го века, 21-го? Какие? Я могу перечислить великое множество режиссеров, и они будут в абсолютно разных жанрах. Вот, например. Ну, начиная от Диди Вертова, там, Сергея Эйзенштейна до, скажем, зарубежных. Вот Ларс фон Трир мне очень нравится. Квентин Тарантино, Зак Снайдер, то есть это такие люди, которые, ну, совершенно находятся на полярных точках. Вот. И мне нравится то, что я люблю самые разные жанры, я не могу сказать, что мне какой-то жанр фильмов не нравится, скажем, да? То есть в каждом что-то можно найти, для себя открыть. Вот это самое главное. Ну а что, вот скажем, вот просто мне интересно, вот, пресловутый Тарантино, которого как-то от Тарасия, по-моему, справедливо назвал, он был где-то во главе жюри, назвал их Шантропой. Вот, ну, такой наш классик. Что это за, это вот человек, который, что он дает тебе, когда ты вот смотришь, скажем, Тарантино? Я просто оттуда, где-то очень слышишь, что ты получаешь, когда ты открываешь какую-то новую картинку мира, какие-то новые мысли к тебе приходят, что там происходит? Ну, применительно к Тарантино, то это, ну, это исключительный такой жанр, да, который балансирует на границе там трэша, если знаете, что это такое, то есть на таком низко... Ну, это своеобразное такое высвобождение, что ли, всего того, что может накопиться, то есть это режиссерская такая, вот, ну, режиссерский выход, то есть он на экраны, когда выливает эти литры крови там, да, то есть это действие в этом какой-то такой, ну, что ли, я не знаю... Радость человека испытывает, смотрит, какого-то убивает, ну, не знаю, не знаю, ну, тут такая... Для меня это очень сомнительная фигура, нет, мне просто хочется понять, потому что весь мир под силами, говорят, там ирония, там, значит, вот это все... Ну, какая там ирония, там же неинтересно смотреть просто... Плохо то, когда человек смотрит исключительно такое кино, да, исключительно вот только такие фильмы, такие жанры... Да, да, конечно, конечно... Но сами по себе эти фильмы несут ничего плохого... Ну, например, есть же, знаешь, есть тонкое искусство, вот, там, какой-нибудь Золотан Хусари, которого никто не смотрит, Ангелополос, я понимаю, что это труднее смотреть, чем Тарантино, но вот этого Тарантино, так сказать, слишком много в этом мире, понимаешь, и он, мне кажется, просто портит вкусы людей, но это вот моя точка зрения. Ладно, мы сейчас не будем в это все входить. Это часть развлечения, развлекательного индустрия, поэтому... Да, это развлечение, это, конечно, не имеет отношения к искусству, с моей точки зрения. Давай посмотрим, у нас есть возможность, лучше для режиссера, да, так сказать, один раз увидеть его работу, чем вот о ней говорить. Фрагменты с фильма «Кресты». Да, давайте. Покажите, пожалуйста. В одиночной камере «Крестов» будущий маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский провел 30 месяцев. Эти два с половиной года обернулись для него настоящим кошмаром. Рокоссовский был ложно обвинен в шпионаже в пользу польской разведки. Чтобы выбить необходимую информацию, Рокоссовского подвергали пыткам. Немногим бы удалось вынести подобное. Его трижды водили на расстрел. И после холостых выстрелов возвращали в камеру, где избивали, загоняли под ногти иголки, отбивали молотком пальцев. Результат – 9 выбитых зубов, 3 сломанных ребра. Но сам он так и не сломался. В преддверии войны Сталин поручил освободить некоторых арестованных военачальников. НКВДшники перед Рокоссовским извинились за доставленные неудобства и вручили ему справку об освобождении. Сталин, который никогда и ни перед кем не извинялся, у Рокоссовского попросил прощения дважды. До конца жизни боевой маршал носил специальную ортопедическую обувь. Но в своих мемуарах ни словом не упомянул о тех 30 месяцах заключения. Однако носил при себе небольшой черный браунинг. На вопрос «Зачем?» отвечал. «Еще раз придут? Живым не дамся». Антон, ну такое серьезное кино, конечно. Серьезное кино и персонажи, видишь, такие прошедшие через... Самые разные судьбы. В том числе и сталинские, там, да, история лагеря. Там и Гумилев у тебя, Лев Николаевич есть. Да, и Георгий Жонов. И Георгий Жонов. Многие другие. Да. Ну а что вот ты все-таки хотел бы снимать? В общем, что тебе интересно сейчас? Какие жанры, какие? Сейчас, понимаете, я нахожусь на такой ступени, когда я выбираю, что для меня важнее, скажем так. Я пробую себя в совершенно разных жанрах. И мне кажется, это вот та дорога, по которой я должен идти. То есть смотреть, отбирать что-то для себя, что-то выкидывать. И потом, надеюсь, я найду свой стиль. Ну, замечательно. Нет, дай бог, дай бог. Тут, понимаешь, и с одной стороны, это очень интересный путь, и, может быть, даже такой манкий, да. А в то же время, понимаешь, вот эта всеядность не приведет ли она к такому размыванию вкусов. Потому что здесь тоже есть опасность такая, на мой взгляд. На мой взгляд. Есть некоторая опасность, хотя, с другой стороны, нельзя, конечно, упереться сразу во что-то одно. Человек ищет поиски, поиски жанра, поиски, так сказать, и мировоззренческие, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мне кажется, это невозможно сейчас что-то такое для себя уже выбрать и на всю жизнь. Конечно, конечно, нет. Были, конечно, случаи, но известны такие люди, которые с самого начала какую-то мысль хотят донести до людей, проходят за... Ну, какой-то определенный стиль, вот, скажем, мне пришло на ум, что вот Александр Николаевич Сокуров, он как вот нашел себя, там, будучи студентом в ГИКО, вот, в определенной стилистике. И, в общем, он уверен ей, ну, там, конечно, происходят некие метроморфозы, но, на самом деле, он уверен ей, как бы, и по сей пору. Ну, что, Антон, я очень рад, что ты пришел к нам в студию. Давай в завершение нашей программы еще раз посмотрим еще один фрагмент, который у нас есть, да? У нас есть возможность там фрагмент, по-моему, показать? Или сейчас уже... Вот. Мы его посмотрим в завершение, этот фрагмент, и, надеюсь, еще раз встретимся, когда у тебя появятся новые творческие работы. Спасибо. Было интересно прийти. Спасибо тебе, удачи. У нас был в гостях Антон Рябинин сегодня, кинорежиссер, мастер Антона Петр Солдатенков, и будем следить за творчеством этого режиссера. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный, пусть гулит вдали, и тихо идут по неве корабли. 1935 год. Будущий знаменитый историк, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, расстрелянного в 1921 году, Лев Гумилев, в возрасте 23 лет впервые попадает в кресты. Вместе с сотнями таких же несчастных родственников-заключенных, Анна Ахматова часами стоит в бесконечных очередях, чтобы передать сыну посылку. На долю Ахматовой выпали тяжелейшие испытания. Гибель мужа, аресты сына и других близких, исключение ее самой из союза писателей постоянная слежка. Ее личное письмо Сталина с просьбой освободить родных – последняя надежда. И Сталин откликается. Лев Гумилев и гражданский муж Ахматовой Николая Пунин выходят на свободу, но лишь на некоторое время. В 1939 году Гумилев получает новое обвинение – участие в антисоветской организации. В течение восьми ночей его пытают, заставляя подписать заранее сфабрикованные признания. Он же упорно отказывается и получает пять лет лишения свободы. Анна Ахматова снова пишет письма Сталину, но теперь безрезультатно. После окончания Великой Отечественной войны в 1949 году Гумилева арестовывают в третий раз. Он приговаривается в этот раз к десяти годам и отбывает свой срок в лагерях.